Всем привет! Меня зовут Светлана. Добро пожаловать на мой канал! Я рассказываю тебе с хитростями, которые помогут в изучении английского языка. Английский не такой страшный, как его решают. Я расскажу, как начать, продолжить и в итоге заговорить на этом варварском языке. Как просто и эффективно можно его выучить и использовать в реальной жизни. Покажу полезные времена, выражения, клише и крылатые фразы, которые можно пользоваться везде и всегда. Подписывайтесь на канал, тут будет много интересного и неожиданного. Итак, поехали! Let's dive into this video. Сегодня мы будем разбирать Past Perfect Continuous. Past Perfect Continuous – это фактически аналог Present Perfect Continuous, но в прошедшем времени. Время Past Perfect Continuous имеет свою особенность. Оно не используется в речи как самостоятельное, то есть всегда оказывается в связке с другим временем. Это может усложнить понимание и использование Past Perfect Continuous, так как в русском языке у него нет эквивалента. Для обозначения любых происходящих в прошлом действии используется одно прошедшее время. Англичане же предпочитают четко определять последовательность происходящих событий с помощью сложных времен. Употребление Past Perfect Continuous в английском языке требует знания определенных правил. Как правило, это время используют для обозначения действий или событий, которые начались в прошлом, длились в течение определенного периода времени и завершились к моменту начала другого события или действия в прошлом. Сейчас по экрану я покажу таблицу, там указано прошедшее и завершенное длительное время, то есть это Past Perfect Continuous, как образуется утверждение, отрицание и вопрос. Это схема, можете остановить, изучить сами. Ну, а мы посмотрим на утверждение более детально. Утверждение в Past Perfect Continuous формируется с помощью комплексного вспомогательного глагола Давайте посмотрим на пример. We had been searching for a room for two hours before we found a free one. Мы искали комнату два часа, пока не нашли свободную. I had been waiting for them all morning, so I felt annoyed. Я ждала их все утро, так что была раздражена. She had been driving a car for an hour before she came to the gas station. Она вела машину час до того, как приехала на заправку. Давайте посмотрим, как же выглядит сокращение had been. По экрану я опущу, как выглядят сокращения в тексте. Можете установить и посмотреть более детально. The bandit had been trying them away. My husband had been drinking, and he came home about three hours late. She had been drinking all night. As the evidence will show, Mrs. McGuire had been drinking earlier that evening at a party given by Raymond Casey. А сейчас давайте рассмотрим правила добавления окончания ing к глаголам. Опять же, я опущу по экрану. А основные правила, расписанные более подробно, есть в другом видео. Ссылочку я оставлю либо внизу под видео, либо пущу в описании, так что обязательно переходите и смотрите. А сейчас давайте посмотрим, как же строится отрицание в Past Perfect Continuous. Отрицание в Past Perfect Continuous формируется с помощью частицы not, которая ставится после вспомогательного глагола had. Давайте посмотрим, например. Мы не искали комнату два часа, пока не нашли свободную. Я не ждала их все утро, так что я не была раздражена. Had not сокращение выглядит как hadn't, это я пущу по экрану, а в предложении оно звучит следующим образом. Она не вела машину час до того, как приехала на заправку. Сейчас давайте посмотрим, как же образуется вопрос. Для того, чтобы задать общий вопрос в Past Perfect Continuous, необходимо первую часть комплексного вспомогательного глагола had вынести в начало предложения. Давайте посмотрим, например. Had we been searching for a room for two hours before we found a free one? Мы искали комнату два часа, пока не нашли свободную. Had she been waiting for them all morning, so she felt annoyed? Она ждала их все утро, так что была раздражена. Had she been driving a car for an hour before she came to the gas station? Она вела машину час до того, как приехала на заправку. Специальный вопрос в Past Perfect Continuous образуется с помощью вопросительного слова или фразы, которая ставится в самом начале предложения. Дальнейший порядок слов такой же, как и в общем вопросе для Past Perfect Continuous. Давайте посмотрим, например. What had we been doing for two hours before we found a free room? Что мы делали два часа, пока не нашли свободную комнату? Whom had I been waiting all the morning then? Кого же я тогда ждала все утро? How long had she been driving a car before she came? Как долго она вела машину до того, как приехала? А сейчас давайте рассмотрим употребление Past Perfect Continuous. Продолжительные действия, завершенные до определенного момента в прошлом. Past Perfect Continuous используются для того, чтобы подчеркнуть именно длительность, продолжительность действия, которая начнется и закончится до какого-то момента или другого действия в прошлом. Результат этого действия также видимый в прошлом. Давайте посмотрим на примерах. So then I realized all the stuff that I had been doing, proposing to Joshua, lying to Ross about why I couldn't come to the wedding, was all just a way of... He had been complaining it was too heavy. I should have listened. His close family friend had been keeping a secret from you and Hank. I told him people had been calling me blackfish for so long they don't remember my real name. I've been abusing Vicodin for years. There are no signs that anyone else had been digging in the garden. Under and behind and inside, everything this man took for granted, something horrible had been growing. She read that stuff back to me today. It was obvious that Tony Allen was at risk and that I'd been bullying him. So I said that I was, that I had been telling lies. I mistakenly supposed that he had been trifling with the young girl's affections. So you took it upon yourself to give away $622,000 of my money to a man who had been sleeping with my wife. She had been running for two hours before she saw a village. Она бежала два часа, пока не увидела какое-то село. John had been speaking all morning, so he lost his voice. Джон разговаривал все утро, так что потерял голос. Длительное действие происходило в прошлом. Его результат, видимый в прошлом. Джон потерял голос. Они сидели здесь с прошлого вечера, пока не купили билеты. А сейчас давайте посмотрим на маркеры времени. Во времени past perfect continuous используются слова и выражения, которые показывают, что действие началось с какого-то момента в прошлом, длилось определенное время и закончилось до какого-то другого момента тоже в прошлом. Маркеры времени выглядят следующим образом. Before, до, till, до, только в отрицательных предложениях. Until, до, только в отрицательных предложениях. For an hour, на протяжении часа. For five hours, на протяжении пяти часов. For a day, на протяжении дня. For a week, на протяжении недели. For a month, на протяжении месяца. All morning, the whole morning, все утро. All day, или all day long, the whole day, весь день. All week, the whole week, всю неделю. All month, the whole month, весь месяц. All year, или all year round, весь год. Since five o'clock, с пяти часов. Since last week, с прошлой недели. Since last month, с прошлого месяца. Since 1991, с 1991 года. Since last century, с прошлого столетия. Что ж, спасибо. На сегодня это все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было интересно, полезным и информативным. Пишите комментарии, как вы используете Past Perfect Continuous. Было ли что-то интересное, новое? Может быть, что-то знали? Может быть, хотите, конечно, что-то добавить? Может, я что-то могла упустить? Оставьте, пожалуйста, свои комментарии. Мне будет интересно почитать. Если это видео наберет 20 комментариев, 20 лайков с вашими примерами, то я обязательно сделаю новое видео, где укажу ваши варианты. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного и интересного. Ну, а я с вами увижусь в следующем видео. Пока-пока!